Поликлиники и больницы хотя бы раз в год посещают каждый из нас. И хотя в последние годы ситуация и с очередями, и с записью к специалистам, пусть медленно, но улучшается, проблем еще достаточно. И способы решения некоторых из них очень дорогостоящие. Тем не менее, в выходящем году сургутяне узнали о некоторых очень хороших новостях в сфере здравоохранения. О них мы и расскажем прямо сейчас. Год 2014-й для городской медицины был не совсем обычным. Дело в том, что поликлиники перешли в подчинение округу. Но, к счастью, это никак не ухудшило основные показатели работы городских профильных учреждений. К примеру, сургуту удалось удержать неплохие позиции и по рождаемости, и по качеству медицинского обслуживания малышей и их мам. По-прежнему также у нас сохраняется высокая рождаемость. Она превышает показатель смертности в три раза и даже более. В этом году смертность, как таковая, также продолжала снижаться. Следует отметить о том, что прежде всего, конечно, и младенческая смертность снизилась в сравнении с прошлым годом. И, по сути, мы сейчас уже не то что на уровне российских городов. Вот недавно прошла международная конференция, которую проводил клинический перинатальный центр, на который подводились итоги прежде всего службы охраны материнства и детства, где было сказано, что Сургут является по показателям именно демографическим на уровне ведущих европейских стран. Одна из главных тем прошедшего года – строительство нового перинатального центра в Сургуте. Несколько лет назад уже был разработан проект «Роддом даже начинали строить». Потратили деньги, но дело это ничем так и не завершилось. В 2014-м определили новое место, подготовили проект на смертную документацию и объявили конкурс. Построить сургутский перинатальный центр, отвечающий всем требованиям времени и последнему слову техники, планируется в рамках программы государственно-частного партнерства. Конкурс «Окружные власти провели инвестиционных проектов при уточнении проекта и при уточнении условий платежа», а это также программа государственно-частного партнерства, проявила стоимость объекта 18 миллиардов рублей. И тот, кто победил в этом конкурсе, на такие условия согласился. Поэтому я считаю, что этот объект уже в 2015 году, с начала года, начнется строительством. Мы будем внимательно отслеживать, как эта ситуация будет развиваться. Уже сегодня число родов, которые проходят в стенах существующего перинатального центра, в разы превышает предусмотренные проектом мощности. Рождаемость в округе выше средней по стране и уступает только Северо-Кавказскому региону. Есть такой статистический коэффициент фертильности, который показывает количество родов на одну женщину детородного возраста. Вот у нас в Югре этот коэффициент один из самых высоких в Российской Федерации. Причин этого много, в том числе и стабильность, и социальные возможности гораздо выше, и детские сады, которые сейчас строятся. Новый перинатальный центр станет самым современным в стране. Планируется, что застройщик выйдет на площадку уже в марте этого года, получив средства из окружного бюджета. Полностью рассчитаться со строителями власти планируют в течение 8 лет. А привлекать специалистов для работы нужно уже сейчас. В медицинских учреждениях Сургута есть определенные проблемы с кадрами. В целом порядка, так скажем, 30% составляет неукомплектованность. И достаточно серьезная проблема в части укомплектованности, конечно, врачами и педиатрами. То есть те, кто обслуживает наших малышей, которые рождаются в большом количестве, это, конечно, счастье, но в части увлечения нашего населения, в наших счастье материалов, в наших семьях. Но проблема именно дефицита педиатров, конечно, она серьезная на сегодняшний день. Существует также проблема по узким специалистам. Это и лор-врачи, и неврологи, которые, по сути дела, не всегда хватают эндокринологи. Чтобы решить проблему, власти привлекают врачей из других регионов. Тем более, что все меры поддержки молодых специалистов у нас действуют в полной мере. А чтобы сократить очереди и решить проблему нехватки площадей для приема горожан, в некоторых районах Сургута планируют открыть кабинеты врачей общей практики. Правда, конкретные сроки до сих пор неизвестны. Татьяна Расторгуева, Фарид Исмаилов, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Спасибо. Продолжение следует...